я напомню меня зовут павлов юрий семинар имеет такого рекламного плана в общем-то задача поэтому он длится 45 минут и принципе я поясню что у нас здесь такого интересного из хорошего и почему мы этим занимаемся вот и здесь сейчас речь пройдет пойдет про такую культу и программу скетч вот и здесь ситуация такая принципе вот эта программа скетч она немножечко такая можно сказать новые для нас то что это исключительно программа для маков и она предназначена именно для дизайна эта программа для дизайнера то есть она не для верстальщика она не для 3d-шника и не они длине для аниматора она для web-дизайнера для ну может катя для графического дизайнера вот но это вот в мобильный приложение тут такая специализация и в чем в общем-то мощности мощь вот этого скетча и она великолепно дизайнер она прекрасно писать рабочий процесс делать ну что когда ее создавали то в общем продумали все моменты взаимодействия дизайнеров и в общем-то из реализовали так чтобы можно было организовать такой достаточно процесс что можно было файла передавать кому надо и было понятно как передавать вот что можно было модифицировать и прочее сейчас это очень активно используется отлично возможности экспорт вот эти вот у них прекрасные возможности которые сразу в общем то сняли кучу вопросов как должен выглядеть экспорт кстати говоря они она вот эта программа пока показала как должна выглядеть работа дизайнера в принципе и поэтому значительно ускорение работы потому что принципе кто у него конкурент в общем-то и по поводу конкуренция здесь интересная ситуация дело в том что там я привожу ссылочку на историю скетч примерно когда они стало слышно знаете пример 2013 год когда примерно они и стало слышно почему они и стало слышно она появилась немножечко раньше вы знаете это совпало звезда для этой программы так очень достаточно хорошо благодаря такой известной фирме adobe вы все услышали наверняка adobe 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 по-разному там произносит сами американцы говорят adobe что поделаешь и доме значит adobe и на самом деле к этой программе тоже приложил руку может услышал такая фирма макромедия вот какими названиями кроме ассоциируется макромедия такая макромедия макро лет все гораздо проще правильно пишет flash слышали такой flash это они создали эту технологию flash может быть кто слышал программ дима и она прекрасно работает до сих пор но у него нет много достаточно программы не было пока ее не купил adobe много-много лет назад за 5 миллиардов долларов это очень было давно вот и в принципе когда вот эту вот программу макромедия выпускал свой продукт у нее был такой замечательный продуктом названием обгадайте какое название откуда взялся можешь сказать вот этот скетч нет ну поди то что откуда а благодаря кому по сути пошел в массы это fireworks fireworks такая программа это растровекторная программа которая в принципе была прямым конкурентов photoshop и иллюстратор можно сказать одновременно и она для веб-дизайнер представлял очень широкие возможности у нее было интерактивного в макета можно было на ней рисовать многостраничные тогда то есть принципе давал очень много всего но дело в то что оба эта программа досталась от макро медиа и дальше в адоб наверняка возникли вопросы у его самого есть адоб смысл photoshop есть иллюстратор вот а здесь еще не хватало это форекс куда его девать они некоторое время утянули а потом наверно решили в общем-то с ним распрощаться и помнится и шесть на последние версии было когда скелет свой воркс в общем-то был обновленный и все на этом блине была завершена развитие фарвардс и но те кто занимались вебом они активно использовали программу не стал вопрос а что использовать вместо нее и вот тогда взгляд упал на вот эту новую программку под названием скетч и в общем так не начали присматриваться то что по идее по идеологии она жутко было похоже на фарвардс по механизму работы фарвардс был отлаженный программ была сырая и вот где тринадцатом году пытались ее использовать а вторая где-то версия была очень примерно его на сарае было и народ чертах в общем-то ну плевался но то стать когда вышла третья версия скетч и вот тогда уже стало понятно что это рабочий продукт и народ начал потихонечку не переходить одна проблема оставался она для марка исключить для windows нету почему так потому что 7 фирм который создавал ее они использовали маковские средства прорисовки графики то есть адоба использовала средства свои генерации картинок на экран на эти использовали то что в системе находится мак он достаточно все позволял могу сделать вот я сейчас скажу да вот и получилось так что для мака в общем то она есть а для винды и и нет и быть не может сказать вот такая ситуация не не планируется даже план никаких нет для винды то что там надо будет и очень много все переделать вот и принципе вот это то что она для мака ну для фирмы принципе в общем то хорошо было для поиска ли пришлось майки покупать и так далее но вообще дизайнеры на маках это приз нормальной ситуации поэтому принципе маг для него вот так что в принципе вот так вот и вот этот программ кристка вот показал другим вывод от скетч другим как должна работать программа для дизайнера дело в том что я вам говорю программу этот фарвардс и у нее очень почему и любили она была тоже очень сделан у них от души вот адоба потом эти идеи потихонечку перетаскиваю иллюстратор но иллюстратор все-таки такая полиграфическая программа для вы по жизни заточена вот может кто помнит такая программа был и была щелк сара это тоже был в кумир от тех лет полтора десятилетия назад сейчас я тоже некоторые используют но это уже такой просто древность такая но знаете инструмент он должен работать и инструмент работал и принципе тот скетч прекрасно тоже в общем то работает если на минар по кнопкам приходить и вот этот скетч он принципе развивался достаточно в общем то неплохо вы видите какие 100 долларов в год вот так вот у них стоит подписка у них он был вариант как сказать пакетный что ли коробочный такой вот но это надо у них уточнять вот там ссылка приз можно найти там вот эти цены по ним вот единственная проблема здесь сейчас какая возникла у современных таскать пользователей дело в том что ну мак вы слышали компьютеры вот и услышали них разной операционной системы хайсиера например последний стоит до версии там до этого снова леопард там и так далее разные варианты а может услышал такую систему хаки хакинтош дело в том что поскольку мак он писи и процессора на и пол смысле и на интелла в принципе команда такие же как для вины то есть ну люди взяли это сказать мак перенесли на платформу финтус на на 8 не на платформе дуса на аппаратуру кисишную что стало возможно мак о запускать на обычном и фишки ну нужно суправдить по требованиям в общем то удовлетворен но вот так штуку назвали хакинтош хакинтош почти как макинтош но такой как бы хакнутый макинтош то есть на нем все прекрасно работает практически но когда вышла хайсиера последних версий у них там какой-то там металл какой-то там интерфейс начался услышали у панже и там всякая этот какой-то у них новый движок был применен и там хакинтош уже перестала работать потому что там с видеодрайвером не очень хорошая работа вот и те кто используют механизм они как бы немножечко попали нехорошей ситуации вот а так принципе вот если у вас есть windows на него можно поставить вот этот хакинтош и принципе у вас будет практически маг возможности маку можете тестировать маковские программы довольно много народа работала судя по того что много вопли раздалось когда скетч в последнее обновление прошел его там выяснилось что это обновление работает на этих хакинтош и ой какой там был виск оказалось очень много зарубежных наших пользуются активных каким-то особо не маками вот но в общем то получилось так что те кто на маке работа не сохраняет в последней версии у них голову не придется какая-то проблема других может быть те открывает а там не открывается потому что чтобы поставить последнюю нет она запускается на экране чуде рисует а так все ничего вот то есть он запустится она запустила только даже никакого нет а предыдущие версии открывает эти файлы уже там с ошибками все это идет так что такая не заняты ситуации то есть принципе маг получается как бы для это таких задач ну как бы что поделаешь последний версии 52 6 идет на сегодняшний день атака для принципе общая вещь который везде работы 51 3 я не скажу что прям огромные различного когда 52 версия вышла они сделали так называемый темный режим может кто помнит мак там последних акции появился темный режим поле нет там и светлый режим вот андарка и лайлайлай и они там не там не связано с железом а справиться с осом последним связаны там можно темном фоне работа можно светлым фоне но чет на черном фоне как-то ну как-то не все прониклись да на черном фоне там все круто но вы знаете как я на черном фоне поставил этот белый скетч глаз вышибал и запросто и потом они сделали изменения в очередном обновлении и сделали тоже что переключение на черный интерфейс но так переключение сделали что вы знаете контрастность оказался мягко говоря недостаточно местами но как не комфортно я плюнула решил что ну пусть будет а черный это белый ну переставить то можно всегда в общем есть как только начинает делать как лучше получается чуть как всегда вот сайт этого самого скетча так у них он выглядит там вот скетчап ком если что такая ссылочка там информация можно получить вот у них есть trial period то есть можно скачать его иметь в общем-то пользоваться бесплатно так что тестировать можно торренты тоже в принципе вы можете легко найти эти скетчи потому что это одна сам популярных программ мы это сейчас немножечко проскетч говорил теперь по поводу курса я буду то так то так говори вот это описание нашего курса и при свина с 18 февраля по 1 марта вот у нас вечером будет понедельник 45 6 занятий посвященных этому саму скетчер вот дело в том что узнать программа достаточно сильная и она требует ну в общем хорошего настроения принципе может сказать на курнику фотошоп и иллюстратору ну на уровне иллюстратора конечно там многие вещи нельзя делать в иллюстраторе но многие вещи можно делать так что принципе здесь подход такой вот у нас идет лучшие занятия первые занятия там простые вещи потом элемент дизайна потом для десктопа для планшетов и потом своими как это можно экспортировать в другие приложения вот вот такая картинка же нерадостная дизайн на скетчиках это светлый дизайн я здесь скриншот использую светлого дизайна вот и вот обратить внимание принципе окошко здесь новым призвода на рабочую область все видно вот она линейка пошла да она напомнит вам иллюстраторы фотошопа может быть и дальше пошли так называемые артборды вот она рабочее пространство первое пошло ну грубо говоря экраны вот они вот так здесь прорисовываются эти экраны здесь есть понятие страницу этого скетча есть понятие экранов то есть на одном экране может быть несколько страниц но в общем тут на усмотрение таскать дизайнер как это будет вот и по поводу оформления вот обратить внимание здесь можно может быть видно там прямоугольничек там и радиусы скругления может задавать вот и в последних версиях стало возможным задавать опцию ресайзинг этот адаптивные верстки для адаптивного дизайна точнее дело в том что как будет макет себя вести от всегда вопрос несколько такой проблематичный вот и при расширении уменьшение понимаете да там когда будет экран увеличиваться уменьшаться как оно должно себя вести и дизайнер обычно рисовал кучу макетов для разных разрешений это одно другому не мешает сейчас тоже так же делают но здесь появилась возможность показать как он будет верили себя вести видите фиксированный по ширине высоте куда он прижат вот этот элемент конкретный или группа элементов будет то есть вот эти моменты этого старших версий стал возможным делать заливки и там контуры эффекты здесь очень даже все проработаны конечно же проработаны вопросы сетки которые увидите вот здесь это 12 колонн экзаменитая сетка вот и конечно здесь вот например я показываю кнопочку плюсик она позволяет добавить элемент вы видите что есть идет шейп это стандартные какие-то формы прямоугольники и прочее можно векторные объекты карандашом рисовать текст картинки вот эти артборды можно тоже нарисовать под спот это горячие области которые должны реагировать на что-то вот и так же принципе у скетчей появились все таки возможно прототайпинг прототайпинг это означает что вы можете ссылки делать вот можете ссылки делать а дальше вот здесь вот наверху у вас есть кнопочка превью это превью вот это превью позволяет вам посмотреть как эта штука будет работать также можно в облако засунуть ваш ваше достижение вот и таким образом принципе вы можете показать другим как ваш макет будет работать вот так что вот принципе все есть видите достаточно удобный интерфейс и в достаточно продуманной системы клавиатурного сокращения здесь достаточно просто добавляется в лесу пить вот эти буковки там переопределять можно при желании но здесь очень здорово сделано вот тоже ведь вот такой макет идет вот и здесь опять таки вот как он сложный у нее вот это посложнее до смотрится но здесь на самом деле сложность вот в количестве мелких разных деталей которые в общем то достаточно много всего здесь можно вытаскивать или пишет смесь акшурс фотошоп вы знаете вот как бы вот так получается что скетч это именно дизайнерской программы получается вот нужно ли фотошоп если есть скетч вот такой вопрос вот скажите вот эту штуку вы сейчас видите вам понятно что это экраны нет нет пучка экрана вот это один экран идет home page вот ворк мы там вот вот перед вами по сути прототип прототип работа какого-то приложения вот и в принципе можно фотошопе такую штуку конечно рисовать но на фотошопе это будет ну мрачная работа на скетче это прекрасно можно делать что прекраснее можно акшуре сделать но аксоры вот эти милиции проходили они активную программу используют она именно для таких прототип предназначена вот но дело в том что акшоры не имеет цели поставил дать конечный дизайн вот такого плана принципе на ней это сделать попытаться можно но возможности все-таки дизайна у нее не дотягивает до вот этих программ вот а здесь как раз возможности дизайна не очень хорошие вот и вы видите здесь быстро выстраивается вот такой набор экранов вы привязала вот этих арборов их прекрасно можете видеть и вот так все вместе вот так вот взглядом охватывать и в общем-то работать с вашим макетом так мобильное приложение ведь выстраивается вот достаточно просто я вот это все вот этим всем управляю и здесь еще такой момент возникает вопрос а ведь здесь довольно много общих элементов оформлений каких то есть если вы берете странички ну допустим здесь вы видите например повторить это часть везде от шапка она повторяется потом вот эти названия названия эти они выглядят одинаково вот это название но спорте немножечко по-другому но где-то дальше еще будут они тоже ну в общем идентичность такое оформление вот и поэтому здесь в этом самом скетче используется несколько понятий для такой формализации дизайна есть к понятия символы которые позволяют мне например какую-то картин какой-то элемент ази а вообще и сделать в общем для других частей ну вот например я могу сделать вот эти символы и везде их засунуть на страничке потом и решая что-то поменять и меняю символу дальше везде меняется вот такая система символа принципе на самом деле система символов ничего нового особо не то я не внесет с собой она была его есть в иллюстраторе она фарварти в том сам было принципе который это сказать помог развитию скетча но вот эта идея она очень удобно вот добавим символов по есть по стиле конечно же и я могу со стиле создавать в одном стиле все делать и все еще не здорово что можно скетч есть штука не видно у нее есть прям набор символов он прям сам очень создает это вы можете сразу получать вот такой вот вид всех ваших элементов что потом показать другим и тогда спецификация дизайна можно не очень хорошо делать вот такая вот красота идет вот вы видите здесь довольно насыщенный такой макет и принципе здесь видите вот пейс одна страничка идет но вот здесь вот арборда расположена на одной странице вот и также вот я вам здесь показываю еще видно как система переходов работает то есть если нажать сюда то я перехожу отсюда а если нажимаем сюда то я перехожу отсюда и вот этот интерактив я тоже могу в общем-то отработать вот такие вот красоты они в скетче ну в общем делаются достаточно просто очень она и без особых заморочек вот поэтому эта программа она по сути послужил основой для моской других программ вот и может быть кто слышал вот такие программа до поезде экспириенс дизайн фигма инвизион принципе но это немножечко разные в разном значении вот это принципе конкурента идут скетч и адопа xd и фигма адопа xd появился ну тоже достаточно давно можно сказать но так медленно развивался что уже ну я честно сказал думал что он и не зовется никуда никуда что более-менее удобно то что то ли там народу мало работало то или еще что трудно сказать в общем как-то очень медленно все он используется и он если для винды и есть и для мака тоже очень хорошо но почему-то у адоба такая позиция что вот мы нам надо откусить у мака поэтому для мака получше работает чем для windows вот такая у них странные диалоги вот но если вот сейчас этот адопат где запущу скетча здесь на этой машине запустить не смогу ни в каком виде а и где принципе смогу вот так вот я вот так создаю и допустим я создаю iphone x вот и вы помните там такой плюсик было у скетча вот а здесь вот обратить внимание с левой стороны у вас есть прямоугольники видно кружочки и так далее вот прямоугольник вот я тоже могу создать вот и принципе у него тоже есть такие интерес возможности фил фил я могу здесь закрасить каким-то цветом вот но маленький нюанс вот я могу закрасить вот этот фил таким-то цветом но дело в том что в скетче я могу сделать чего такую штуку вот здесь у них есть вот этот фильм вот но она не называется не совсем фил вы видите филс и на филс плюсик виден я могу таким можно ослаивать заливки одну другую но при что это может быть например идет градиент на который наложен цвет на который наложен узор какой-то еще вот такие мелкие детали которые в принципе кстати фотошоп такой может сделать такие наложения а и где как видите тут как бы вот вот такая ситуация позволяет сделать вот так вот но он позволяет либо у так либо вот так вот хотя мне подозрить что здесь не самые последние версии везде стоит хотя нету плагин съесть плагин с это же ваги в одним последних версиям появилась возможность плагины добавлять а вы сейчас тоже активно развивает ну вот такая ситуация ведь я могу сделать градиент но вот ничего не могу сделать в кабине тип комбинации вот таких мелочей довольно много долго смеялись надо везде то что например вот простая операция переворот объекты и нельзя было делать переворот зеркальный то есть я могу вот это это программ для дизайнер я могу нарисовать какой-то объект допустим так а теперь не надо перевернуть его в правую сторону и как мне это сделать и над зеркальный объект сделать вот и сейчас вот такая возможность если могу таким образом раз я перевернусь зеркальный объект сделать дублировать зеркалить они наконец додумались до этого это мы говорим про и везде конечно же скетч и давно реализованы вот но я вам говорю что в принципе к ней подтягиваются другие программы по сути сейчас получилось так знаете интересный момент скетч выступает как флагман который тащит за собой остальные дизайнерские программы вот эти дизайнерские программы adobe xd и фигма не смотрят как развивается скетч и это сказать внедряет похожие механизмы работы я сейчас показывал как работает и везде а посмотреть как работает фигма кстати по поводу фигмы вот фигма вы знаете честно скажу ну в общем у нее очень большой большие перспективы глядя до того как она развивается они интересные заняли позицию она бесплатная программа вот эта фигма кстати благодаря тому что адоп в смысле фигмы бесплатно адопа xd с какого-то момента тоже стал бесплатным для таскать пользователя то есть вы можете должны иметь адопа идей самый кал и тогда вы можете поставить это и где без проблем совершенно бесплатно и на любую платформа а фигма она работает как для мак и так для писи так и в облаке вот и вот мы с группы по веб-дизайну можем мы вот эти вот дизайны делали параллельно то есть мы с одним дизайном работали такие вещи пока никто из этих программ в общем-то не умеет если интересно проходить и послушайте а у нас по адопа везде ой господи пасе паспи еще по что что пришли массе а это дальше туда это дальше ну недалеко и вот я вам сейчас покажу как вы не выглядит картинки значит на этом самом на фильме сделаны и например вот так вот делается но я могу здесь создать новый документ и создать новый арборд какой-то рабочее пространство вот дает бесплатным программу совершенно верно о и могу вот например идет фил и вот обратить внимание вам ничего вот эта картинка не напоминает вам плюсик виден то есть я могу теперь вот здесь вот для заливки задать плюс ко всему еще вот так вот линейный градиент могу здесь задать ей не градиент могу задать ей например там имидж но это надо вот эту картинку выбирать здесь могу ее настроить там картинку еще и опасти здесь задать вот ну чтобы она наслаивалась мы бегали здесь надо смотреть чушь имидж на другую картинку выбирать но узкие читав готовый набор уже неплохой идет а здесь надо вот что-то добавлять сюда вручную еще вот то есть по большому счету плюсик еще дальше тянется я могу так вот наращивать сложность дизайна вот и таким образом вот эти программы они подтягиваются и поэтому назнать смешная ситуация получилась у нас был есть курс еще по дупы везде отдельно правда он такой в общем то один раз прошел и сейчас он для открытого обучения люди по записям занимается и появился еще курс под названием современной технологии вверх дизайна я идем еще будут потом говорить курсы вверх дизайна где-то у нас там он был вот и видите дизайн интерфейсов скетч да вот здесь кстати тот курс пока найти немножечко проблематично дизайн наш любимый дизайн от адопа без его цели современной технологии веб-дизайне вот это курс который посвящен как раз работе фигме и другие бесплатным программам которые в общем то работает на разных а скетч это отдельно идет да то есть мы работа подразделили и у нас есть отдельные вот по этим направлением и пассив направления вот и здесь в общем то и программы движены ведь и скетч photoshop там будет как исходит использоваться вот я к тому что в общем то скетч вот так вот видите является основой для вот этих программ и конечно возможности пока представляет больше чем те программы на данный момент да конечно адопа везде появились возможности голосового даже управления но как бы эти моменты хорошие но сами понимаете визуальная часть она не заменяет голосовое управление да это круто смотрится правда английском языке на русском она конечно не работает но скетч является в общем то основой вот и я хотел еще показать вам такой момент так вот эта интеграция это в таком простом простом варианте интеграция так я вам сейчас покажу как она интегрируется с кем вот вот с этим приложением она интегрируется в общем то может кто слышал такую штуковину авокода такие программки фреймер это для создания анимационных вещей вот он vision но джиры это для такой коллективной работы вот и тогда и marvel и принципов тоже для анимационных вещей вы знаете были вот по моему может быть половина может около того и программ для мак исключительно вот так вот она с этим программой интегрируется вот и в принципе позволяет расширять спектры решаемых задач достаточно сильно вот и поэтому в принципе пока скетч никто в общем то не отменил и его заменить пока в общем то особо нечем то что ему уже привыкли вот и здесь вот например я могу сделать какой-то проект на скетче потом экспортировать программку и вижу я даю здесь результат экспорта и дело в том что инвизион он где в том что скетч он не позволял не позволял долгое время сделать интерактивные вещи он сейчас умеет делать но дело в том что да и нежный достаточно далеко вы ниже не там побольше возможности для интерактивных вещей конечно это не акшоры с ее просто обалденные возможности интерактивных интерактивности вот но дело в том что здесь в общем то получать акшор не нужно такой ситуации то есть вы работаете дизайном вот эта штука есть и вот открываем вот потом не показывал такой дизайн а дальше внизу увидите есть такие вот области я могу задать например какую-то область активности и сказать что должно произойти клик холер там и чё там такое в общем то будет какой экран будет следующий экран будет это самая переход куда-то или оверлей будет поверх показана тема вернуев это вообще штука очень интересная то есть имеется ввиду когда еще один экран наслаиваться на этом понятно выпадает что такое если вернулись это считать уже во все вау кричат это очень нужная штука она здесь скетч пока нет такой штуки кстати везде в общем то есть вот так что вот эти темы они здесь в общем то прекрасно работает вы видите здесь fix от хэдер fix от утра то здесь еще можно вот такими вещами управлять по плюс ко всему можно все это обсуждать еще здесь режим комментирования есть вот эти моменты можно обсуждать и в общем то сказать дружно команды работать вот то есть на выходе вот это вижу но по сути это уже готовы данные для разработчика и получается скетч потом плюс инвижен и все дальше все поехали приложение лепить веб-сайт делать и так далее вот но вот эту часть потихонечку забирает на себя сам скетч потихонечку но пока не забрал интерактивную часть вот ну а то что скетч популярен сейчас это еще проявляется в том что файлы скетч уже научились открывает другие программы вам сейчас покажу как это выглядит конечно пока там не все они открывают дизайн в общем-то полу найти особых проблем я не видел а вот конечно интерактивность пока проблемы есть вот но как это в общем то выглядит сейчас посмотрим выглядит это примерно так я сюда несколько файлов поместил вот обратить внимание что а это zip и буду дать сейчас распакую вот файл и скетч и их видно кто и везде то есть он скетч и ские файлы уже умеет открывать вот это да поезде так они наверно пытаются переманить разработчиков скетча к себе ну пожалуйста вот вам открыл вот эту штуковину и вот они объекты идут я могу увеличивать ведь вот объекты могут эти моменты менять и так далее это занять у нас там будет где-то у нас семинар идет если интересно послушать да конечно так могу увеличивать как видите вот эти вот объект то есть я могу все это редактировать в общем-то у него тоже есть вот этот респособ дизайн и он тоже позволяет вот так вот растягивать экран принципе настраивать эти растяжки вот так вот адоб и где открывает вот этот файл который был создан скетч и через прыжка про газон экспорт макет для верстальщика я не могу показать как делается в скетче для этого скетч нужен но везде он делать немножечко похоже то есть везде есть команды экспорты я могу в общем какие-то элементы скетч я прям выбираю элементы игру там правой кнопкой жму и же нажимай экспортировать вот этим нюанс вот и у не прям будет делает экспорт всех моих элементов я могу css посмотреть вот кстати говоря здесь вот если вы видите тогда тем например вот я какой-то объект выделяю какой-то вот свет например да вот он идет вот фил идет но чтобы залезть него я должен сюда зайти и вот он видно цвет идет вот отсюда скопировать то есть принципе если мне нужно параметр объекта брать то вот такого css снова нету про то в режиме про то так он здесь просто показывает что у нас здесь есть вот по поводу по поводу экспорта и здесь вот он идет экспорт здесь какие-то объекты от селекты могу так видите где и я могу здесь сказать для смысле разные варианты например я могу сказать ему что для андроида например и видите он там будет в общем-то разные варианты экспортировать в общем-то и здесь экспорт везде реализован достаточно неплохо вот поэтому принципе экспорт что в скетче и что вы где что в фигме они наладили очень даже хорошо из вопроса фотошопом к иллюстратором там с экспортом есть еще работать а в этих программ все налажено замечательно совершенно вот другой вопрос что как бы экспорт иногда бывает нужен не в этой программе а дальше того кода там и так далее кстати вот тот же адопа везде позволяет вот такие вещи видеть смотреть не нужно вот это расстояние например знать ведь я сюда подвожу мышку вот видно помню циферку рисует сколько здесь поэтому здесь вот так вот я могу все вот эти вещи примерять и видеть какие с расстоянием будут из повезет не повезет горизонтально показывает расстояние вот поэтому принципе здесь все нехорошо но это вот так сейчас открывала до повезти давать по суммах фильма фильма откроет этот файл вот фигма на это тоже умеет делать фигма я сюда возвращаюсь на страничку вот так и штуку сейчас удалю чтобы не мусорить вот и я здесь да и вот здесь команды импорт есть импорт и даю вот этот файл который он сейчас только что показывал зампался выполняется импорт ну у фигмы может быть такого плана проблема благополучно завершён дело в том что у меня сейчас в этот вариант то есть облачный вариант я сейчас открывают этот макет видно что он вот так вот так же выглядит но и поэтому сейчас может быть проблем просто шрифтами потому что в облачном варианте система шрифты может не увидеть системные мои и вот она предупреждает что она не увидела я сейчас на крючками поменяют она со своим набором работает но можно настроить здесь есть вот и стоп он хелпер то есть чтобы можно было убрать ваши шрифты но с другой стороны уже можно фильм поставить доступные варианты когда он вас здесь будет работать проблем вот я нажимаю play сейчас все шрифтаны смысле все тексты есть вот и как видите все здесь вот есть но и фигме в отличие от этого езды вот обратить внимание есть прям коды я могу увидеть здесь параметры моего объекта сразу же так что с точки зрения вот у меня сразу ведь показывает расстояние это так что здесь принципе у них все неплохо настроена что там что там вот где-то знаете я не скажу что прям кто-то из них сильно лучшего позволяет эти расстояние видеть вот но фильме и в скетче это сделано достаточно неплохо в изиевского все-таки похуже вот и вот так вот здесь вот эти вот объекты есть я могу ими управлять вот и и фильме тоже есть режим прототы когда я могу работать с интерактивными моментами вот но единственное что сохранить скетча не смогу у него свой формат хранить их файл такой я могу расшаривать там ну и фильмы еще раз скажу я могу работать по редактировать сразу с с нескими пользователями так ведь кривы здесь можно править эти вот это идет на там наверно отдельно приводит тоже можно управить может быть это и растры картинка нет вектор но она пришла тоже можно с ним так отработать здесь то есть принципе все редактируется так что вот этот скетч как видите понимается раз что фотошопом не понимается вот остальным программу это очень хорошо у нас там будет у нас там будет занять сейчас мы свинатчик небольшое интересно послушать проспечь говорим поэтому принципе с точки зрения экспорта здесь в общем то проблема только договориться какие нужны и там разрешение там и когда экспорт они выполнить замечательно поэтому принципе вот это вот скетч вот мы сделали этот курс чтобы он как бы дыру прикрыл потому что ну как-то программа популярная у нас ее нету в общем то вот мы будем надеяться что желающие найдутся послушать от замечательный курс по скетчер ну так называется скетч вот я напомню у нас он в общем то будет вот 18 февраля вот я сейчас этот документ расширю копируется для общего доступа вот если тогда интересно вот эта презентация идет конкретная вот кому здесь интересно я могу таким образом сделать так виден адрес это сокращенно ли сможет себе записать там были сфоткать его вот ах и пиф и ну это сокращенная ссылочка на вот эту презентацию вот это вам рассказывал про скетч и принципе моя задача была чтобы более-менее понять вас его чтобы вы поняли сориентировались принципе как исходной подготовки из особо не нужно поэтому нас курс занимает шесть занятий там то что например на фигму там в общем-то в дизайнерской подготовка желательно конечно было здесь принципе мы после базы компьютерных ну чтоб с маком был опыт работы конечно же и придется своим маком приходить тогда вот с макбуком вот чтобы сказать работа здесь у нас раньше класса мака были но потом все дружно поломали их не стало в общем-то это сказать вот такая ситуация вот так но это вот такая программка но вот принципе скетч у нас спокойно продолжает развиваться дальше у него там куча плагинов вот так что это вообще отдельный разговор там ну столько плагинов сделали мать честная просто тихий ужас сейчас xd пытается догнать фильм пока без плагинов пока там нет у них ничего выезде уже кучи плагину до скетча далеко у них там просто такой монстровый набор вот даже юрий ветров это вот дизайнер как дизайн команды на европу руководит он кто же тринадцатого года занимается эти вещей того на фейсбуке прям видео перечень плагин вот 3 примерно с тех времен там такой список уже накопился прям вообще не знаю сколько там десятков экранов часть поген становится не нужен просто в новой версии это уже в самой стало возможным но в общем видно там интересная история развития вот кому интересно там могу ссылочка потом дать на этом ну в принципе у меня в общем то все спасибо что вы были с нами вот так что еще раз находимся на со февраля по 1 марта там по них среда пятница по вечерам занятия вот если будет желание настроения очень подключайтесь смотрите в общем приходите но всегда естественно будем рады видеть